Первый урок в этом году, на который в музее не было звонка. Школу классиков открыли без афиши, речей и вроде как мы рады. Мол, просто стоит прийти и увидеть свыше 80 произведений живописи, графики в четырёх залах, где весной смотрели работы Бакста. Они, а также полотна учителей будущего мэтра Арнуво сейчас переехали в Вильнюс. Совершенно сознательно собирались художники, которых мы сегодня называем уроженцы Беларуси. А именно поэтому у нас самая большая в мире коллекция Ивана Хруцкого. Некоторые вещи мы достаточно давно не экспонировали, в частности работы Александра Шевченко, Иосифа Бродского, Игоря Грабаря. У этого мир искусника учился в Москве нынешний классик национального искусства Виталий Цверко. До революции чаще из северо-западного края империи стремились в северную столицу. В петербургский период есть биографии Горавского, Зарянка, их педагог Воробьёв, а ещё Сильвановича, воспитанника профессора Бруни. Он едва заметен на экспозиции, но всё-таки в наших коллекциях есть дисбаланс. Храним, например, около 40 работ Шишкина и только одну ученика, автора ряда пейзажей Полесья. Зато эта картина-рущица сегодня в особом списке 50 шедевров музея. Как там Карамзин, сказал о Пушкине. Ученик превзошёл учителя, здесь сравнивать с зрителем. Да и этот изм многим по душе. На реализме Пэна вырос даже создавший свой уникальный стиль Шагал. Отдельный уголок на вернисаже у Белыницкого Берули, первого народного художника БССР, азы письма, которому дал импрессионист Коровин. В театрально-художественном институте первыми преподавателями стали как раз-таки те белорусы, которые оканчивали российские вузы. И естественно, что они перенесли вот эту школу русскую уже к нам в Беларусь. Впрочем, наши художники не только перенимали, допустим, Жуковский, и привнёс белорусскую шляхетность в русский пейзаж. Партизанская Мадонна Савицкого висит сегодня в Третьяковке, рядом с хрестоматийными работами Дейнеки, Герасимова, урок с классиками 19-20 веков продлится в музее почти всё лето. Александр Матиас, Юрий Лбовников. Наши новости.